Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос про обиду на родителей за некоторые поступки в детстве. Автор пишет, что мать била, кричала, обзывала. Всё это в перемешку с любовью и заботой. Сейчас автору вопрос задриться. Конечно, это не могло пройти мимо моей психики, взрослый человек, а обида и зло есть до сих пор. Сейчас мама, конечно, не бьёт, но при встречах бывают вспышки агрессии, на постом месте, манипуляции, надуманные конфликты с последующими обидами с её стороны. Все попытки поговорить о прошлом заканчиваются ссорой. Битьё замалчивается, мол, крики и оскорбления были не такие, и вообще сама виновата, я чтоб я хорошего желала. Или это вместо спасибо за хорошее воспитание, за то, что помогли в детстве. Детство имело место именно насилие, имело место именно насилие над личностью, над беззащитным ребёнком. Ничто не обрадует насилие, я так считаю, хочется банального прости, я всё поняла и не должна была бы так себя вести. А не такой вроде бы что-то, но точно не помню, да и всё заслужило. Понимаю, что говорят бесполезно, но отчувствуя обиды хочется избавиться от замечательной жизни, Вопрос. Ну, во-первых, вы себя не леете, а обида вам, по-видимому, вероятно, нужна для того, чтобы иметь право на некоторые свои чувства, на некоторые свои переживания. Это первый аспект. Второй аспект, это то, что, конечно же, обилие вы не прожили, не пережили её. Это такой совершенно очевидный, на мой взгляд, факт, совершенно очевидный, на мой взгляд, момент, на который вам также нужно обратить своё самое пристальное внимание. То есть вся обида и злость. Вы не прожили. Вам нужно это прожить. Следующее. Вы говорите об этом, что, вот, если бы мама, значит, ну, сказала бы, да, прости, я, там, всё поняла, была не права. Чтобы для вас это изменило, то есть попробуйте в этом смысле получше для себя увидеть, с чем связана ваша такая вот нуждаемость в изменении. Не знаю, замечаете вы или нет, но то, что вы в какой-то степени требуете, получается, чтобы перед вами изменились, это тоже манипуляция, потому что изменяется тот, кто виноват. Ваша мама не виновата, как и вы. Она ответственна за то, что делала, да, но не виноват. Когда есть вина, есть манипуляция. Поэтому сейчас вы, сами того не замечая, в общем-то, ну, ведете себя, наверное, так же, как ваша мама. То есть, так же манипулируйте, вот, и так же акцентируйте, если можно так выразиться, да, да, конечно, то, что она делала непозволительно. Это, это правда. Непозволительно. Ну, действовать так, как действовала она. Но важно, на мой взгляд, увидеть, в первую очередь, то, что она, то есть, ваша мама, такая, какая она есть. И другой, она, скорее всего, быть не может. Ну, вот, не может она быть другой. Вы же пытаетесь ее переделать. Для чего? Чтобы получить право на что-то. Это такой очень ключевой момент, на самом деле. Я хочу, чтобы, ну, передо мной извинились, вот, чтобы я имела право на на какие-то чувства, на что-то. То есть, только после того, как человек признает свою неправоту, я имею право жить. Я имею право быть по факту, по факту. И вот это, на мой скромный взгляд, является довольно серьезной здесь проблемой. Потому что вы пытаетесь добиться правоты, ну, условно говоря, правоты. То есть, вы пытаетесь добиться признания себя. А по факту, в общем и целом, получается, что вы в себя не верите. Вы очень нуждаетесь в том, чтобы кто-то признал, вот, что, ну, да, он был неправ, что, да, там, как-то поступал неверно. Ну, вот, на мой взгляд, данная позиция является, в общем и целом, абсолютно деструктивной и не перспективной. Вот. Ну, потому что ваша команда, скорее всего, не изменится. Потому что ваша команда не попросит прощения. А даже если, даже если она попросит прощения, то очень быстро вы убедитесь в том, что вам это ничего не даст. Потому что ваша личностная проблема останется на том же самом месте, к сожалению. Отсюда следует, что внимания больше нужно обращать на себя. Да, вы абсолютно верно задаете вопрос по поводу того, как избавиться от обиды. Верно для себя, потому что от обиды избавляться не нужно. Обиды, вообще говоря, на обиду есть много взглядов, много взглядов, вот. В нашем с вами сейчас контексте можно рассматривать обиду как такую, знаете, окольную форму любви. То есть, когда вы обижаетесь, вы пытаетесь таким образом проявить к себе любовь. Ну, по-другому, ну, по-другому. Увы, любовь к себе проявить, ну, не может, не получается. По-другому этот голдов. Следующий момент заключается в том, что по факту я бы так вот, ну, знаете, мог бы предположить, что он Вам как-то вот не очень интересна ваша жизнь. Потому что, ну, сейчас вот, получается так, по большому счёту сейчас получается. Получается так, что вы пытаетесь больше доказать что-то другим людям. Отставит свою точку зрения. А зачем её отставить? Отставит точку зрения тот, кто не уверен в себе. Тот, кто не чувствует себя, не ощущает того, что для него важно. Собственно, по этой же причине вы боитесь конфликтов. То есть, в конфликте же нужно себя проявлять, в конфликте же нужно что-то доказывать, в конфликте же нужно напрягаться. И вы правы, действительно, ну, как бы, в этом смысле вы правы. То есть, действительно, ну, действительно нужно напрягаться. Действительно. Но почему? Потому что человек не уверен в себя. Вот. И вы не чувствуете себя. Вы целиком и полностью сейчас развернуты, вот, там, грубо говоря, да, к своей маме. Вот. И, собственно, всё. Поэтому вопрос интереса, вашего интереса к вашей жизни, на мой взгляд, остаётся очень открытым здесь. Вот. Он, этот вопрос, не снимается, ну, издавлением от обиды он не снимается. Вот. Наоборот. Наоборот. Вопрос очень важный. Потому что, чем менее вам интересна ваша жизнь, чем она вам меньше интересна. Чем вы меньше интересуетесь в своей жизни, тем больше времени, больше возможностей, больше энергии на обиду. Вот. Потому что, ну, я же, как бы, ну, я же, вот, себе не интересен. Понимаете? Вот. Я себе не интересен. А, значит, мне интересны другие люди, ну, как бы, как, как по-другому. Вот. Всё. А другие люди, они чувствуют, что они интересны. Вот ваша мама. Ну, ваша мама, например, она чувствует, что, как бы, что она вам важна. Поэтому ведёт себя так, чтобы, чтобы привисать вас к себе. Вот. Иметь над вами глаз. Это происходит от того, что, минимум, не умеете быть собой. Что значит быть собой? Значит, слышать свое сердце. Слышать свои чувства. Верняти. Вот. Не спорить. Конфликт. Конфликт – это не борьба. Конфликт – это страх. Конфликтуют те люди, которые боятся, потому что они боятся, что их могут, вот, переубедить. Они боятся, что их мировоззрение, там, изменится, сломается и так далее. И отсюда такое подавление. Вот. Вы убегаете, потому что изначально думаете о себе не очень хорошо. То есть, ну, вы не очень хорошего о себе мнения. У вас нет определенных чувств, которые необходимы для того, чтобы чувства равноправны. Эти чувства нужно культивировать. Это то, что можно сделать только на психотерапии. На сеансе психологической консультации. По-другому невозможно. Вот. Поэтому несколько здесь, я бы сказал, несколько странно смотрится. То, что вы хотите избавиться от обиды, но вопрос о, собственно, индивидуальной работе не поднимает. Вот. На мой взгляд, это странно. Ну, потому что для вас, по большому счету, это единственный вариант проблемы решения. Ибо сложности с родителями, это то, что не решается быть. Это то, что решается постепенно. Это то, что решается, ну, последовательно. Вот. Понимаете? Какая шпука. Это то, что не решается каким-то таким нахрадом. Вот. А вы именно это вот как раз пытаетесь сделать. Вот. Ну, поверьте, ничего хорошего из этого не получится. Мне кажется, что вы уже могли бы это заметить. Ну, и, наконец, последнее. Последнее, на что мне бы хотелось обратить ваше внимание. Последнее. Это то, что обида и злость на маму всегда имеют отличную выгоду. То есть вам это для чего-то нужно. А вы что-то получаете? Вот смотрите. Пока вы обижаетесь на маму, думайте о прошлом. Там, ну, вот, как-то пытаетесь, ну, вот, с чем-то разобраться. Да? А где ваша жизнь? Ну, вообще, вот, где ваша жизнь, пока вы это делаете? Где она? Или нет? Вы не живете? А, вот, как бы, так. То есть, скорее всего, а в этом смысле, скорее всего, в этом смысле, вы боитесь жить. Вы боитесь жизни. Потому что, а, ну, если бы у вас были бы, да, свои интересы, свое увеличение, то у вас бы просто не было времени на обиды. Вот. Это ни в коем случае, ни в коем случае это не отменяет того факта, что у вас есть непрожитые эмоции, ни в коем случае не отменяет. Но, вместе с тем, все-таки, в этом смысле, наводит на определенные размышления. Вот. Поэтому, в первую очередь, я бы сказал, что необходимо получить, ну, так скажем, максимально, максимально полную картинку того, что с вами сейчас происходит. Максимально полную. И дальше уже, эээ, ну, потом можно будет, о чем-то говорить, и можно будет подобрать, эээ, ну, коррекцию для вас. Сейчас, пока что, мы говорим только очень в общем. Вот. Вот так вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работать, это позволит вам начать двигаться вперед. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. 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 Продолжение следует...